Шановные земляки На жаль, сьогодні наша громада знову проводить восстаннюю земную дорогу захисника, мужного бійця, який боронив українську державу від ворога, нашого земляка, Євтушенка Андрія Яковича Андрій Явтушенко служив сержантом, командиром відділення протитанкових ракетних комплексів, зводу протитанкових ракетних комплексів мотопіхотного батальйону військової частини Збройних сил України 2 червня 2024 року внаслідок отриманих поранень помер шануємо хвилиною мовчання неумирующий память про нашого земляка Євтушенка Андрія Яковича Шановні присутні, сьогодні знову зібралися сумної нагоди, щоб провести в останній шлях героя, який загинув. Захищаючи нашу землю від ворога. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бондурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, героям нам всім здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. І знову смуток, знову біда прийшла в нашу громаду. Сьогодні йде в вічність щирий, добрий, талановитий, неперевершений боєць, батько, чоловік, захисник. І де найкращий. Дорога родина, від імені міського голови, від цієї громади прийміть найщиріші слова співчуття, але слова не втішать, тому що це важко і людини нема. Він отдав найщиріше, найдобріше, що в нього було, і найцінніше. Це наше життя за кожного з вас і за кожного з нас. Слава Україні! Героям, слава! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Героям, слава! Героям, слава! Героям, слава! ПЕСНЯ 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 Знову ми в молитві за нашого воїна, за нашого героя. Еще недавно мы молились за нашего попратима Дмитра, а сегодня мы снова молимся за нашего воина Андрея. Война, как этими журнами, пожирает наших лучших хлопцев. Война не перебирает, сколько прожил тот или иначе. Дмитро прожил 31 год, Андрій – 33 года. Но и один, и другой. И все, которые погибли, и сегодня мы молимся в этом храме, но и в всей Украине сегодня лени молитва еще за нашими воинами, нашими защитниками. Эта война не блага, она забирает лучших нашей украинской нации. И вы знаете, если бы мы сегодня понимали, осознавали, сколько есть методов Господа для того, чтобы это остановить, но нам нужно вернуться все только до Господа, потому что большинство сегодня украинцев живет ими в войне не мая. Они стараются уникать думки, не смотреть информацию о боевых действиях, а шукать соби какие-то удовольствия в каких-то фильмах, в каких-то песнях и развагах. И до того часу, пока мы не узнаем, что мы все подвладные, в борьбе между добром и злом, в борьбе между Богом и дьяволом, и на какую сторону мы становимся сегодня, и не будем байдужить. И от того зависит от того, когда закончится эта война. Потому что многие говорят, что как бы она скоро закончилась? Кожен хочет. Кожен хочет, чтобы она закончилась. Но не каждый делает для того, чтобы она закончилась. Мало сказать, что верю в ЗСУ. Апостол Павел сказал, что Вера безділ мертвая. И сегодня наши войны потребуют нашей поддержки. И духовной, зокрема, щирой молитвы, духовного защиту над нашими войнами. Сколько приходят звони по братини и говорят, что молитва даёт силу, молитва захищает. И он чувствует поддержку родных и близких, которые без перестану молятся. Господа Бога. Сегодня мы прощаемся с Андреем. Ось фотография посмехненного нашего брата. И когда мы разом, когда мы спілкувалися, он всегда был такой, посмехненный. Всегда на позитиве. Но когда вышла доля, иди захищать нашу землю, он пошел. Так он сегодня завершил свое земное життя. Так он завершил, как герой. Как воин Христов. Как той, который выполнил заповедь Господню. Не має більше. Любови, как душу свою попласти за ближнюю своего. И я знаю, уверен, что и душа сегодня длина до Господа Бога для того, чтобы держать место призначения, где наши духовные воины, которые перейшли уже с мертвого жуда, разом с ангелами Божими, борются за правду, борются за справедливость. Нам остается сьогодні сделать все, чтобы как минимум наши воины гинули. А это означает, что мы должны сделать максимальную поддержку и духовную, и поддержку материальную. Донатить. Потому что сейчас война дронов и ребят. Ребят и дронов. И, конечно, что, благодаря нашей небойдужести, Господь побачит, что мы не высторонились от проблем, от войны между добром и злом. Мы сьогодні просим у Господа Бога за всех героев, которые дали життя свое, за волю государства нашей Украины, и, в частности, нашим побратимем Андрея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok